Чё-то там было про математику. Друзья, не забываем донатьте, это последнее видео, на которое сейчас задоначено, а можно поподробнее про критику математики. Поехали. Записывать вещи сами по себе. Но так как ты имеешь только данные тебе инструменты, данные тебе возможности как бы видеть, познавать, ты видишь только как бы проявление вещи в том как бы спектре, в том спектре тех инструментов, которые тебе доступны, а конкретно в твоих органах чувств. Может, что-то такое. Сейчас послушаю вещь самой в себе. Не понимаю, почему так мне нравится сенсуализм? Селепсизм? И как она за тех, кто отрицает весь мир? Что-то всё иллюзия. Селепсизм, да. Нет, позиция, что всё иллюзия? Их много. Они разные, они не сводятся к селепсизму, если что. Селепсизм это одна из тех позиций, которые утверждают, что всё иллюзия. Одна из многих, если что. Опять же, да. Селепсизм вообще, в принципе, соло, один соло, да, селепсизм. Он наиболее радикальный из таких позиций, потому что он утверждает, что есть только ты. Есть только, ну, я. Я, например, да. Я, например, селепсиста. Я верю в то, что в этом мире существует только я один. И больше никто, кроме меня, не существует. Это такая радикальная концепция, в рамках которой весь мир является производным моего внутреннего мира, соответственно. И только мой внутренний мир реален, а всё остальное как бы, ну, иллюзия, соответственно. Кант, кстати. Этот иллюзорный мир свой, своеобразный, который бог не из материи создавал, между прочим. Он просто бог создавал просто восприятие, да. Беркли умудрялся совмещать это с ампиризмом. Вполне так себе. Неплохо. А почему бы и нет, как говорится, почему бы и нет. Он же просто говорил, что люди, они так устроены, что у них мозг так обрабатывает информацию. С точки зрения типа фильма, вот эта теория, а вещи самой себя, она легко конкурится, потому что вещь сама в себе, это невозможно верифицировать никак. Может быть, её вообще не существует. Может быть, это просто у них галлюцинация. Так, прошу прощения, надо узнать, кто это сначала. Обсуждаем Марсин в гостях Слава Ленину. Не знаю, кто это такой, на самом деле. Поехали дальше. Но знаешь... Ну, то есть, если бы я хотя бы узнал, что это за человек, было бы уже понятнее, какая у него, в общем, позиция, я был бы больше в контексте. Ну, марксист, получается, короче. Получается марксист. Извините, перебью, в принципе, ты понял, но как тот же маргинал контрит солипсизм, ты вообще мыслишь себя в контексте всех окружающих тебя вещей, всех окружающих тебя явлений. Без них ты не можешь мыслить себя. Ты никто без них. Я не мыслить себя в контексте, то все, как бы, контрим назад, а я не мыслить себя в контексте разных вещей, явлений, все. Поэтому эти вещи, они так-то существуют, потому что они тебя определяют через, как бы, твое познание их. Через... Тогда, по-моему, это бытие определяет сознание. А вопрос сложный. Сначала нужно определить, что такое бытие. Ну, формально бытие определяет сознание. Проблема в том, что маргинал здесь не решает ничего. То есть, вместо того, чтобы решать проблему и обсуждать ее, он просто говорит нам контр... Он просто переначивает, переначивает концепцию оппонентов, так скажем, да? Ну, то есть, он переначивает позицию, противоположную солипсизму, там, иллюзиям, там, всяким и прочим, 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 прочим. Просто переначивание. Просто другими словами, пересказывать противоположную концепцию. Без каких-либо достаточных добавлений к ней. И что такое сознание? Тут можно проще сказать, конкретные вещи, которые тебя, например, окружают, они определяют твое поведение. Это понятнее будет. А, ну, это, кстати, это контраст олипсизма, не только маргинала. Тут еще большая проблема, опять же, что это нихуя никакая не контра, по большей части. Ну, да мы, боже, боже, нахуй, солипсизм, короче, нахуй, солипсизм, нахуй, все иллюзорные всякие вот эти вот миры. Мы просто берем сейчас научную догматику, выбираем. Бац! У человека прекрасное окружение, у человека все хорошо, у него гены, у него генетические заболевания. Ой. Ой, как бы, да? Ой, 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 ой. Ой, что-то не работает дальше. Это контраст олипсизма античная, то есть был такой солипсист античный, я уже забыл, как, Секст Эмпирик, по-моему. Блять, что за хуйня? Что за хуйня? Какой, блять, Секст Эмпирик солипсист? Андрей, что за хуйня? Вот скажите, вы где эту хуйню вычитали? Это пиздец. Ультра последовательным солипсистом он говорит... Блять, ну просто я не знаю, это пиздец, как плохо, ну... Блять... Он просто, в отличие от всех остальных, вот у этих ребят, вот у Секст Эмпирика, у него тексты есть. Вы просто берете и читаете тексты, блять. Он скептик, он не утверждает ничего о солипсизме. Как? Как из кучи книг, которые по большей части критике посвящены, ну, то есть не высказыванию собственных положений, а критике положений других. Как можно сделать вывод о том, что Секст Эмпирик солипсист? Ну, это реально кринж, блять, это реально кринж, Валк правду говорит, это кринж. Ну, просто смотрите, среди вообще античных источников есть наиболее часто распространенные, есть менее распространенные, наиболее часто распространенный Платон, Аристотель. Потом уже где-то вот тут обитает Секст Эмпирик, Диоген Лаэрдский, там, вот знаете, это уже тексты некого второго порядка. Есть тексты еще более глубокого порядка, которые читают уже профессионалы, соответственно. Но Секст Эмпирик, он на поверхности лежит. Неподлогов спрашивает, настоящие солипсисты в истории философии вообще были? Да, скорее всего, были, но в древности нет, нет, не знаю, ни одного древнего солипсиста на самом деле тоже. И Лалк пишет, но он же сомневался во всем, кроме себя, нет, к сожалению, это не так. Блин, как бы, ну я нихуя не знаю, вообще не игу, чё там, во всем могу сомневаться. Но ему говорят, а чё ж ты тогда уклонился от несущейся на тебя повозки с... А история с повозкой, с пероном вообще была, ну ладно. С лошадьми, ёшки, как бы... Блядь, какая хуйня, пиздец. Ну, блядь. Охуенно. Скептик с солипсисты, пиздец. Это что, это шип и феномен твоего разума, как. Чё ты боишься? Да мы не хотим знать, каким последствием это поведет. Ну так это иллюзия, а иллюзия не приводит к последствиям. А почему ты... Стоп, в смысле не приводит к последствиям. Какого хуя ты в игре уклонился от удара, там, персонажа? Ты дурак, что ли, блядь? Те же ничего не будет. Дурак? Дурак, короче. Зачем уклоняешься? Зачем уклоняешься от удара в персонажа? Нахуя ты это делаешь? А, а если уклоняешься, значит ты веришь в реальность, да, этой игры. Вот так, видимо, получается. Если ты, играя, короче, в секиро, пытаешься уклоняться от атак врагов, значит ты веришь в то, что секиро реально, на самом деле. Ты веришь в то, что твой враг по-настоящему существует. Как реальный объект, как реальное существо. Ну ладно. Вот. Но вообще я контроль селепсист по-другому. Селепсизм... Блядь. Охуенно. Есть такой философ селепсист, блядь, секс-тэмпирик. Пиздец. Надо понимать, что это такая... Как можно нахуй путать скептицизм и селепсизм? Ну... Пиздец. Я серьезно, я не понимаю. Я серьезно, я принципиально не понимаю. Это, ну, радикально разные концепции. Причем радикально разные на буквально школьном уровне. Ну, достаточно прочитать простой учебник, почти любой учебник. Буквально любой учебник по философии. Чтобы иметь четкое различие между скептицизмом, ну, и многими другими направлениями, в том числе селепсизмом. Куда менее очевидны различия между, не знаю, например, эмпиризмом и рационализмом, к примеру. По той причине, что, ну, эмпиризм и рационализм, они во многом исходили из похожих предпосылок. И какой-нибудь эмпиризм Бекона включал в себя логику. Какой-нибудь, собственно, я не знаю, рационализм Кортези в том числе обрабатывал эмпирический опыт, на самом деле. То есть они не то, чтобы друг друга прям радикально исключают, но они исключают друг друга по довольно частным критериям, если что. То есть здесь еще надо разбираться, чтобы их различить как-то, более тонко как-то пытаться действовать. А вот со скептицизмом все довольно просто. Это прям, знаете, попытка развлечения на уровне уже базовых философских терминов. Ну, я не знаю, как гностицизм, а гностицизм, например. Да, еще и скептицизм здесь просто третьим становится, вот как третья позиция. У нас гностицизм это позиция, которая, допустим, верит в знания. Гностицизм позиция, которая не верит в знания, верит в незнание, да, то, что знание невозможно верит. А есть скептицизм, но мы не знаем, можно познать, нельзя познать. То есть работаем, короче, а может и не работаем, может вообще забиваем на это. Злой рептилоид по ситуации зависит. Вот, зависит по ситуации. Ну, если вы тем более не заверили ваш спор договором каким-то письменным, то вообще, как бы, можно снять все проблемы. Тест 10 рублей, тест. Спасибо за тест 10 рублей, спасибо 10 рублей. Сейчас будет, наверное, еще что-нибудь, надеюсь. Бля, я не знаю, это сам, короче, Андрей заказал, или это шутка просто? Ну, потому что это Виттернер, это стёп, потому что, ну, Андрей, я не знаю, зачем заказывать мне вот это вот, потому что это больше похоже на троллинг, блин. То, во что философы не хотят упасть, это, так сказать, тупик. Это ты, если ты с олипсией, с олипсизмом пришел в свои концепции, то что-то пошло с ней не так. Это значит, что я не убьюсь. Лаба, 110 рублей. Так, скептики, и в том числе, секс-то эмпирик никогда не приходили с олипсизмом. Есть. Вот, ну, да, наверное, что-то с тобой не так. С олипсизмом вообще контрится следующим образом, то есть олипсизм говорит то, что все утверждения, все, что я вижу, да, оно иллюзорно, оно ложно. Иллюзорно не равно ложно. Все. С этого момента твоя контрится пошло нахуй. Просто. Опять же, опять же, опять же, понимаете, в чем проблема? Иллюзорно не равно ложно. В логическом смысле. Все. Получается, все утверждения, которые ты делаешь, они ложны? Нет. Это не значит, что все утверждения, которые я делаю, они ложны. То, что все иллюзорно, не означает, что те утверждения, которые я делаю, все ложны. Например, утверждение о том, что все иллюзорно, не является ложным в данной системе. Да, все иллюзорно, но при этом утверждение, которое утверждает о том, что все иллюзорно, не является ложным. Все? Ну, разъебан, по-моему. Ну, то есть, вообще бесправно реабилитацию. Я не понимаю, почему Uber Marginal, Lemon и прочие вообще ребята повторяют этот тупой тейк. Он тупой просто. Он просто вот, он разъебывается вот щелчком, как бы. Они выдумали за оппонентов, за всяких там, короче, представителей иллюзорных миров, да, условно, тезис о том, что они думают, что все утверждения, которые произносятся в иллюзорном мире, являются ложными. М? При этом никто из этих представителей, этих иллюзорных там всяких, ну, позиции, согласно которым мир является иллюзорным, ни один человек так не считает. Вот ни один. Если мы начнем расспрашивать этого человека, ну, мы вряд ли найдем какого-нибудь более-менее целостного умственно-полноценного мыслителя, который вам так скажет. Да, 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 конечно, все является ложным, да, и утверждения все являются ложными, действительно, все утверждения являются ложными. И мы вряд ли, даже если найдем такого человека, который действительно вот так говорит, вряд ли он после пяти минут раздумий не изменит свою позицию и не скажет вам контр-тезиса в духе, да, все утверждения являются ложными, кроме того утверждения, что все здесь является ложным. Например, да, это буквально пять минут размышления, а вообще позиции по поводу мира симуляции, они куда более сложные. Мы в мире симуляции можем делать утверждения о реальном мире, который реально существует, и эти утверждения будут истинны. Например, мы в игре можем прописать диалог, в котором будет, будет, что-то будет рассказываться про Александра Шадова, который существует, допустим, в реальном мире. Ну что, пиздят получается в игре или не пиздят? Ну, игра это симуляция, игра это симуляция, в симуляции получаются возможные истинные утверждения, истинные высказывания. Можем в игре написать, земля вращается вокруг солнца, например. Что, все? Игра больше не симуляция или как это работает? Стоп. Потому что они относятся к ненастоящей реальности, включая утверждение о том, что весь мир это иллюзия. Это тоже ложное утверждение. Ну, поэтому с аллипсизмом в себе содержит... Гениально, блядь. Круче только аргумент Мура. Ааа, реальность существует! Я трогаю свою руку! Да, реальность, блядь, реальность! Реальность, блядь! Вот еще один аргумент из того же самого уровня, аргумент Мура. Окей, молодец, да. Да, рука существует, типа, охуенно. Ну, все. Все, блядь, всех разъебали, молодцы. Круто. Логическое противоречие, поэтому это плохая теория. Охуенное логическое противоречие, которое было выдумано тем, кто, в общем, придумал, собственно, вот эту вот хуйню, да, то есть прибавил такую вот хитрую-хитрую пиздоболию добавил. Причем это сделал не сам Лемон. Лемон эту хуйню где-то вычитал, понимаете? Меня просто очень сильно, как бы, не знаю, бомбит от того, что кто-то эту хуйню где-то может вычитать, ну, маргинал эту хуйню тоже где-то вычитал, понимаете? Ну, это настолько хуевая хуйня, насколько только можно себе представить. Во-первых, мы неправильно понимаем позицию почти всех оппонентов одновременно, мгновенно, да? У нас нет, наверное, ни одного оппонента, который считал бы так, как выражено вот здесь. Ни одного, блядь, ни одного. Ни один представитель всяких иллюзорных миров, да, который рассуждает о том, что миры симуляции, миры иллюзорны и так далее, так далее, так далее, так далее, да? Нет ни одного человека из них, скорее всего, ну, может быть, есть исключения, но, скорее всего, среди, среди них нет ни одного человека, который бы, который бы считал, что от того, что мир иллюзорен, мгновенно, в мгновение ока, неожиданно, без, ни с хуя, ни с хуя, ни с хуя, все утверждения в этом мире становятся ложными. Понимаете, блядь, какая подмена ебучая понятий вот здесь кроется? Если мир иллюзорен, значит, все утверждения в нем ложные. Схуяли. Схуяли, блядь. Ну, как? Как, блядь, это происходит? На каком этапе? Как, блядь, не знаю, иллюзия, как иллюзия, как иллюзия, блядь, неожиданно превращается во все утверждения ложные, включая утверждение о том, что все утверждения ложные. Ну, ну, где, блядь, это происходит? Хоть одного, блядь, представителя этого учения назовите, который так считает. Да никого, блядь, нет. Ну, никого просто нет. Это пиздец. Меня серьезно бомбит от этого? Сейчас даже не к Леману обращение, ну, просто люди, которые читают, по-моему, аналитическую философию, по большей части не одарены интеллектом. Ну, вот опять же, не к Леману обращаюсь. Ну, просто недостаточно, у них недостаточно мозга для того, чтобы понять, что это очень хуёвый аргумент, он нихуя не контрит. Он ничего не контрит, он не работает. Он вообще, блядь, не работает. Он работает в идеальном мире, где, блядь, пони розовые, бабочки, блядь, летают, и где все солипсисты говорят о том, что, соответственно, в иллюзорном мире все утверждения являются ложными. Вот в этом идеальном, блядь, мире с бабочками этот аргумент мог бы работать. Но в реальном мире, где буквально ни один солипсист с такой позиции не придержит, дело не только в солипсистах, в субъективных идеалистах и в прочих, 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 ребят. Вот. Пиздец. Просто-просто пиздец, я не знаю. Ну, логически противоречивые теории, это ложные теории. Солипсизм ложен. Можно через язык просто. Ну, на самом деле, а кто сказал, что логически противоречивые теории ложные автоматически? Может, логика хуйня? С другой стороны, с другой стороны, понимаете? Да. Но и тут еще, видите, какая большая проблема для того, чтобы превратить солипсизм условно в ложную концепцию, в ложную концепцию, неожиданно приходится, ну, по-большому так напиздеть. Просто-просто нагло напиздеть, к сожалению. Еще и секс-то импирика, блядь, обозвать с солипсистом, пиздец, просто охуенно. Это сделать, на мой взгляд, так удобно. Я хотел добавить, как Кант приходит к вещи в себе. Но он говорит просто, вот, смотрите, у нас есть феномены, да? Это явление, которое нам является, и они оформляются нашим трансцендентальным аппаратом. Но если это явление, то является... Ну, зачем просто лезть? Я не понимаю, если, ну... Причем, я серьезно, я вот сейчас думаю, я серьезно осмысляю эту проблему, что вот не Мур, не какой-то другой долбоеб, который сформулировал вот этот аргумент. Вот сейчас Лемон пересказывает аргумент, который пересказывал маргинал. Скорее всего, они пересказывают это с одного источника, и, скорее всего, это какой-то долбоеб из аналитической философии сказал эту хуйню. Подумав, что она, ну, логично, она имеет смысл, да? Какой-то умственно отсталый долбоеб эту хуйню просто воспроизвел, не прочитав никаких текстов, не прочитав ничего, блядь, вообще. Просто тупой, блядь, необразованный, ебаный долбоеб. Может, это Рассел, может, это Мур, может, это, блядь, Витгенштейн, но в данном вопросе это просто долбоеб, проще говоря. Не важно кто. Но это по-любому какой-то долбоеб из аналитической философии это сказал. И за это вот этому долбоебу из аналитической философии въебало плюнуть надо. Потому что дебил, блядь, полный дебил. Тут просто. Меня больше всего как бы поражает, что этот аргумент воспроизводят, ну, люди, которые умеют читать. Вообще, в принципе, читать умеют. Он не работает, блядь, он не работает. Да-да-да, не бедлогоп. И после этого аналитики меняют себя крутейшими философами именно, блядь. Понимаете? А, ну, чтобы в логике там все противоречило, ну, давайте-ка напиздим про концепцию оппонента. Ну, охуенно, блядь. Охуенный поиск противоречий в чужих концепциях. Ну, заебись. Крутая логика. Супер, блядь. Заебись. Не, ну, это вышка просто. Это же вышка. Причем, я реально уверен, что этот вот этот вот аргумент, он реально закреплен в традиции. Ну, серьезно, он закреплен, блядь, в традиции философской, аналитической. Видимо, многие, блядь, его используют. Он, видимо, не считается, ну, кринжовым, блядь. Ну, аргумент к тому, что секст-эмпирик еще является саллипсистом, это вообще пиздец. Путать скептиков и саллипсистов, это, блядь, на уровне того, чтобы путать, я не знаю, Платона и Маркса. Я вот настолько кринжово. Ну, окей. Так, Сунады, проблема не в том, что аргумент не работает. Проблема в том, что его постоянно воспроизводят. Вот кому-то кажется, что он работает. Спасибо большое. Как же, блядь, жопа горит, блядь. Просто по философии странные представления. Софистика не дай обмануться. Я ему в комментах разе предъявлю. Поехали, спасибо, Дмитрий. Сейчас закончим с Андреем. Ну, прям жопа горит, серьезно. Что-то, а это что-то мы не познаваем. Ну, оно не познается. Мы только знаем, что оно нам является. И мы это что-то называем... Канк называет, точнее, вещь в себе. Причем, понимаете, я этот вопрос уже вроде бы обсуждал. Я его поднимал, ну, не в беседах, конечно, с Андреем, но у себя на стене поднимал. Скорее всего, он это видел. Ну, то есть, повторять аргумент после текста, который был написан, ну, пиздец, по-моему. То есть, там было все разъебано буквально от того, что Кортезий, ну, не придерживался, вообще-то, концепции иллюзорности мира. Несмотря на то, что все до его доебываются с этим ебаным дьяволом, да? Он этого дьявола, как бы, ну, он его как пример достал. Кортезий, во-первых, он не был скептиком, во-вторых, он не был, блядь, никаким не солипсистом, не хуистом, блядь, не иллюзионистом. Это обычный, блядь, чувак с рационалистом, у которого есть, блядь, материя, у которого есть душа. У него в системе мира вообще все просто, мир у него реально существует, как бы. У него просто есть, да, один пример в рамках одной, ну, может быть, нескольких книг, в которых он, собственно, описывает, как мы можем доказать что-то самоочевидное. То есть, существование я, а потом и существование я в той же самой ебаной книге он доказывает существование бога, блядь, материи, всего вокруг вообще доказывает существование души своей. Все, молодец, и математика у него работает в этой же книге уже. Там, блядь, я вот просто, я серьезно не понимаю. ну бы был мы это уже разбирали просто но серьезно это уже было четко разобрано было четко понятно что вот ну 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 нет нет вообще никак он приходит к этому в логически типа если что-то явилось то есть причина этого явления и и причина этого явления вещи пресса возможно объяснить а вот вы говорите там а я вижу часы но на самом деле часов нету значит вещь себе вещь себе от меня скрываться клуб это я это я старшина сергей залупа если ты видишь часы ты видишь часы это я часы есть есть феномены а есть вещи в себе понимает канта еще еще следующий вопрос у нас какой-то хер тут вы нарисовался у них в гостях этого хера он слава ленину обсуждаем марксизм блять марксист 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 блять стоп марксист понимаете лемон вообще не обязан понимать канта на самом деле но он аналитический философ и можно вообще нихуя не понимать они могут логику просто вызубрите как бы больше нихуя не знаете типа о блять вы всех разъебали логикой и фактами вот так аналитический философ может действовать собственно а вот чтобы марксист не знал канта вот это странно потому что кант это ну буквально начало немецкой философии это очень важный мыслитель который в итоге вырастет в гегеля но то есть мы мысли канта непосредственно будут обсуждаться гегелем и вот кант гегель маркс триада который очень важно какого хрена марксист не знает историю философии ну действительно это а слова ленину и на реализирует он марксистами так он марксист или нет ладно стоп если он иронизирует он марксистами тогда прощается если он марксист это пиздец вот может быть часов нету может быть это люсс так а значит нету часов как вещи в себе можно легко контрагументировать что но она часов нету но есть вещи себе это твои совокупность нейронов то мозга кто так сложили что уголить снацию ну линии он зависимости от вот что у тебя там не весь в себе это то что непознаваемо вообще не то что ты часы видишь они кстати от интересно насколько познаваемая вещь себе потому что тоже под вопросом может быть ну кант действительно проявлял возможные ну показывал можно множественные проблемах то в доказательстве того что там с собой представляет вещь в себе но при этом кант он во многих моментах довольно тонок относительно непознаваемости относительно непознаваемости мы можем на самом деле в контексте канта спорить очень долго то что те же самые антиномии те же самые антиномии в рамках чистого разума не не решаются но за пределами чистого разума решаются они есть и говорят они люди нет смотри у тебя есть возможность проверить как объект является не в твоей голове просто тут еще одна большая проблема мы часто канта воспринимаем как автора критики чистого разума многие люди буквально прочитали одну критику одну одну самую главную конечно книжку канта критика чистого разума и они думают что kent допустим агностик ведь ведь силами чистого разума всего не познать о боже мой кант агностик да но проблема заключается в том что у канта есть и другие книги а в других книгах он не то чтобы совсем уж такой радикали агностики и всякие методы познания аргументы он пытается уже вывести в позитивном ключе если в рамках критики чистого разума мы видим канта как такого отрицательного мыслителя который реально критикует чистый разум Прям вот по-серьезному критикует. Он не оставляет ему многих возможностей, собственно. Если в математике еще куда-то мне шло, в математике мы можем работать, то в других областях, которые больше всего связаны с философией и реальностью, с метафизикой, вот здесь у Канта возникают многочисленные вопросы. Причем эти вопросы, ну, я не знаю. Понимаете, в чем дело? Кант, он постоянно делает оговорки в духе. Вся последующая метафизика, если таковая имеет место, да, будет иметь место в будущем, она должна учитывать вот уже текст Канта, то есть критику чистого разума. Та метафизика, по мнению Канта, которая не учитывает критику чистого разума, является, ну, нерелевантной, соответственно. Кант выложил критику, Кант понимал, что эту критику, возможно, ну, можно обойти каким-то образом, ее дополнить можно, ее можно улучшить. И, соответственно, соответственно, мы можем даже в рамках критики чистого разума с Канта снять вот этот вот ярлык агностика. Потому что Кант здесь, не знаю, он довольно тонок, тонок в своих предпосылках и своих утверждениях. И если уж в тексте, вот в разделе, в разделе критики чистого разума, где антиномии находятся, то он там действительно пишет, что эти антиномии нельзя разрешить, ну, мы потом встречаемся с тем, что он пытается их разрешить в следующих книгах. Ну, то есть, тут не очень похоже на последовательную позицию агностика, который говорит, ну, не, блядь, это все не познать. Все, короче, сдаемся, пацаны. Сдавайтесь, короче, забейте, забейте, забейте. Нет, Кант не забивает, Кант не забивает, Кант продолжает работать над теми вопросами, прежде всего, в вопросе свободы, и так, свободы воли в том числе, и так далее, так далее, так далее. А свобода, она нередко связана именно с темой этики, нравственности, ну, и, соответственно, с эстетикой она тоже связана. И поэтому в других критиках вот эти вот темы, которые не разрешились в рамках чистого разума, они могут найти разрешение в более поздних его трудах, только уже не силами чистого разума. Вот. У него могут быть физические характеристики. А, но я могу спать и во сне те самые, ну, другие часы увидеть, кто не существует. Он сложился из того, как на снимать представление. Но вне сна же есть бодрствование. Да, но как мы отличаем бодрствование? Как нам отличие? Может быть, это все часть сумасшедшая, у вас не существует, я... Смотри, я... То, что ты сейчас спишь или не спишь, это не проверить, конечно же. Ну, охуенно. В смысле не проверить? Стоп, блядь, как это не проверить? Ведь у нас только что был аргумент, я напоминаю. Вот если я сейчас сплю, значит, я нахожусь в стимуляции в иллюзии. Правильно, правильно. Если я нахожусь в иллюзии, значит, все утверждения здесь ложные. Правильно? Правильно. Значит, я не могу произнести ни одного истинного утверждения во сне. Правильно? Правильно, блядь. Правильно? Логично? Логично. Если я не могу произвести ни одного истинного утверждения во сне, значит, для того, чтобы убедиться, сплю я или не сплю, мне нужно произнести во сне какое-нибудь суждение. И проверить, является ли оно истинным. Ну, например, ну, например, ну, например, я не знаю. Андрей Лемон не знает, кто такой секст-эмпирик. Охуенно! Действительно, я не сплю. Я проверил, не сплю я, да? Во сне бы я такое не догадался произнести, потому что там иллюзия и там все утверждения ложные. А вот Андрей Лемон действительно не знает, кто такой секст-эмпирик. А, кстати, а может быть я сплю и мне приснилось, что Андрей Лемон не знает, кто такой секст-эмпирик. Хмммм, ведь точно, это же все во сне происходит. И может быть в этом моем сне Андрей Лемон не знает, кто такой секст-эмпирик и думает, что секст-эмпирик это солипсист. Представляете себе? Представляете себе? Мне может реально это приснилось. Может быть это не по-настоящему. И, соответственно, это доказывает, что в симуляции, а сон это, ну, разновидность симуляции в данном случае, невозможны истинные суждения, истинные происшествия. Вот, то есть, если бы мне приснилось, что вот Андрей действительно знает, мол, ну, секст-эмпирик это скептик, он ни в коем случае не солипсист, он не верил в то, что мир иллюзорен, там, и так далее, и так далее, и так далее. Он не утверждал этого и особо даже не доказывал этого, да? Ну, вот если бы Лемон так сказал, мы могли бы убедиться в том, что это явь. А сейчас это, видимо, сон. И сейчас 36 человек, которые нас смотрят, по-любому спят. Я уверен, мы сейчас спим, ребят. Потому что мы не могли услышать такого, ну, вот от человека, который, ну, хотя бы один учебник по истории философии прочел. Это хотя бы один учебник. Потому что секст-эмпирик равно солипсист, ну, это пиздец как странно, это пиздец как странно. Это, скорее всего, является свидетельством того, что вот человек, произнесший вот это вот высказывание, он произнес его намеренно ложно. Намеренно ложно он его произносит. Намеренно ложно он его произносит исключительно потому, что мы находимся в симуляции во сне. И это все соответствует вот той системе опровержения. Да? Да, действительно. Да, ребят, попробуйте проснуться. А вы знаете, что еще происходит во сне? Во сне донаты не снимаются с ваших карточек. Давайте все вместе попробуем задонатить Александру Шадову все деньги, которые у вас есть на карточке. И я обещаю, когда вы проснетесь, с вас ни копейки не снимется. Давайте все вместе попробуем, проверим, верифицируем, спим ли мы или не спим. Серьезно, я составил новое опровержение солипсизма. Если вы шлете деньги на донейшн-алерс Александру Шадову, так, а вот шлем, шлем обязательно шлем. И эти деньги, когда вы просыпаетесь, ну они у вас не снимутся, я это обещаю. Я обещаю, они не снимутся никогда с вас, ни в коем случае, все отлично. И вот, как только вы пошлете эти деньги, вы обнаружите, что ваш счет как бы он не уменьшится, ни в коем случае. Представляете себе? Все будет круто. Давай, давайте проверим вместе. Но это работает только с донейшн-алерсом Александра Шадова. Давайте проверим, давайте проверим. Как это никак не проверяется, это он бессмысленное утверждение, ничего не значит. Можно проверить, являются ли объекты галлюцинациями или реальными, ну какими-то физическими, например. То есть, так же, как у нас эти психиатры отличают людей с галлюцинациями и людей, которые воспринимают объекты адекватно. Но можно спросить, а видишь ли ты, стоп-стоп-стоп-стоп. А как можно самому проверить галлюцинацию, у тебя или нет? Часы другого человека можно спросить. Можно проверить. Так, а вдруг другой человек галлюцинирует? Ну ладно, а вдруг я голоса слышу, и мне послышится, что человек ответит что-то не то. Круто решаем проблему. А поддается ли, поддаются ли эти часы физическому исследованию? Я сейчас вспомнил, как есть у тебя галлюцинации, как проверить, что у тебя галлюцинации? Вот такой вопрос интересный. При том, что ты, скорее всего, находишь и не вполне в своем сознании, и ты, скорее всего, это даже отрицать будешь, по большей части. Ну то есть, здесь, понимаете, здесь дали такое, типа, простое решение в духе. А ты подойди и спроси у другого. Подойди и спроси у другого. Гениально, да. Только когда у тебя галлюцинации, у тебя, скорее всего, большие-большие проблемы с крышей, и, возможно, даже еще и слуховые галлюцинации у тебя сверху, да, и ты можешь услышать то, что тебе очень сильно хочется, это раз. Во-вторых, ты, может быть, даже и не будешь думать о том, что у тебя галлюцинации, ты даже не будешь ни у кого спрашивать, скорее всего. Тебе галлюцинация кажется реальной. Ну да ладно. Вот теория, то что цвета мы не видим. А у кого спросить, является ли мир галлюцинации, если вокруг нас саллипсист, если вы саллипсист. Ой, блин. Ладно. Цвета такими же, какие видят другие люди. Я вижу красный, но на самом деле это белый, но меня как-то научили, то что это красный. А другой человек видит цвет как белый. Ну ты просто, ну вы слова просто разные используете по отношению к... Нет, вы используете одно и то же слово по отношению к разным явлениям. Это из разряда «я могу класс» и слово «класс» использовать как, ну типа класс, круто, типа, ух, красавчик. Он про аквали уже говорил только что. А ты можешь использовать класс как классовая борьба, типа класс это там группа людей. Мы используем одно и то же слово для абсолютно разных значений. Но это не проблема, надо договориться просто. Блин, потому что мы никогда не узнаем, что мы подразумеваем под цветом. Потому что из... Скинул всю свою зарплату. Тест на сон. Спасибо, богатый папа, бедный папа. Когда проснетесь, проверите. С вас 100 рублей не снялось. Гарантирует. Лемон гарантирует. Андрей Лемон гарантирует, если что. Я, если что, я во сне это все говорю. Я это во сне у вас деньги прошу. Так что не считайте, что это серьезно. Это Андрей Лемон гарантирует. Я не гарантирую ни в коем случае. А если 100 рублей снялись, вы, короче, идите в чат к Лемону и пиздите на него, что вот он вас наебал. Он вас наебал, если что. Нет, мы во сне находимся. Цунады, мы находимся во сне. Очевидно. Очевидно. Очевидно, что в реальности в Яве нельзя произносить... Ну, все, все, не знаю, да? Во сне ни одно утверждение не может быть истинным. То есть во сне мы не можем произнести ни одного утверждения истинного. Очевидно. Очевидно. Давайте попробуем проверить. Произнестите хоть одно истинное утверждение. У вас не получится. Вот у Андрея сегодня не получилось, как мы видели. Сексом и эмпириком мимо. С критикой, собственно, с эллипсизмом мимо. Секс-эмпирик с эллипсизмом тоже мимо. То есть ни одного истинного суждения подряд. Вероятность того, что мы находимся сейчас во сне и в симуляции, она равна почти там 99%. Так что вы можете без страха кидать мне деньги и проверять теорию сна. Давайте, друзья, быстрее, быстрее. Андрей Лемон и аналитическая философия гарантируют вам, что с вероятностью в 99% мы находимся во сне. А, следовательно, слать деньги Александру Шадову и во сне его радовать, ну, это не так уж и сложно. Это очень просто, друзья. Это очень легко. Да, коммунизм и утопия. Слышите, Владислав. Да, действительно, все неверно. Я не понимаю, что надо. Вот именно. Непонятно, почему в этом аргументе иллюзорность мира подразумевает, что ни одно осуждение, ни одно утверждение не может быть истинным. Это просто логический скачок. При этом ни один солипсист, ни один, ну, наверное, ни один солипсист, точно не знаю, но большинство солипсистов, которые реально, наверное, были, такого поднимания не придерживаются. А представители почти всех концепций, связанных с симуляциями, реально существующих, там, какие-нибудь индуисты, которые с Майей со своей бегают, носятся. Спасибо, Сон, Эжеда, если ты говоришь. Тест на сон. Все-все подъебы потом Андрею, если что. Во всем виноват, Андрей, спасибо. Спасибо, спим дальше, спим дальше. Сон внутри сна. Сейчас начнется сон внутри сна, в котором все работает наоборот. Там только истинные утверждения могут быть, в отличие от той и того сна, где все ложное. Получается, во сне Шадова бесплатно смотрим видео? Да, есть такое. Так, Сунады, как это может быть не сном? Как это может быть не сном? Мы смотрим видео, в котором не было ни одного истинного суждения. Чем больше мы исследуем данную проблему по критерию фальсифицируемости, чем больше, короче, сон, мы как бы как подтверждаем, что это сон или не сон? Мы ищем истинное утверждение. Вот одно утверждение не истина, второе не истина, третье не истина, четвертое. Ждем, пока будет истинное утверждение. Ждем, пока это будет истинное утверждение. Пока мы не услышим истинного утверждения, да, мы с очень высокой вероятностью можем предполагать, что это сон. Потому что, ну пока, вот по критерию фальсифицируемости, мы не прошли, в общем, через этот сон. Все просто, продолжаем деньги платить. Искусство, это еще можно понять. Сунады пишут, тут, правда, не было ни единого истинного утверждения. Мы все спим, ребят, мы все спим, я вам честно говорю. Мы находимся во сне сейчас. И вы можете абсолютно безопасно скидывать мне всю зарплату. Всю зарплату, я же победил, есть некоторые в диплатах. Ахах, ну блять, ну зачем вы? Зачем вы продолжаете лгать, друзья? Видите, все, ни одного истинного обсуждения. Мы во сне не можем произнести ни одного истинного утверждения. Как только хоть кто-то произнесет истинное утверждение, мы сразу поймем, что это реальность. Но нет. Но нет же! Нет, никто не произносит ни одного истинного утверждения. Как быть? Что делать? Неподлагоп пишет, привет, поляк-шоу. Во сне могут быть утверждения из реального мира. В одном из своих снов я помнил события из своей реальной жизни. Ну вот именно Неподлагоп, например, в новом. Ну, причем, понимаете, в чем проблема? Почти все люди, которые так или иначе постулируют симуляцию какую-нибудь мира, включая сон, включая, там, не знаю, вот Гой Гай. Движение Гой Гай, они, кстати, тоже из вот этих вот ребят. То есть, движение Гой Гай, они тоже люди, которые, ну, вот постулируют некую симуляцию. Мир нереален для них, да? Вот, то есть, вот тоже вот эти вот ребята, никто из них не буддисты, Хотя с буддистами сложнее, потому что среди буддистов такого рода идеалистами, субъективными, они являются, скорее всего, представители движения Йогачара. Представители разного рода индуизма, в которых майя существует. Ну вот ни у одного типичного такого представителя, сторонника симуляции нет убеждения, согласно которому внутри их симуляции нельзя произносить истинные суждения. Ну вот нет. Ну вот нет такого запрета. То есть, понимаете, насколько странный аргумент и еще с таким пафосом заявлять? Ну, ребят, все же понятно. Эта концепция логически противоречит сама себе. Ну, блядь. Мне иногда кажется, что я вообще с ума сошел, понимаете? Блин, мне кажется, что я реально во сне живу, во сне живу, и люди несут какую-то хуету, какую-то хуету, говорят. Чужим концепциям какие-то вообще странные трактовки, абсолютно странные дают. И потом вставляют вот это вот в такую вот, типа, логику и говорят. Ммм, какие мы охуенные, да? Как мы классно только что разъебали. Ростислав пишет, внутри симуляции возможно истинное убеждение. Так вот именно, понимаете, Ростислав, нет ни одного представителя верующего в симуляцию, верующего в симуляцию, который бы не считал, что внутри симуляции возможно истинное убеждение. Иначе бы реально возникало противоречие, согласно которому, ну, тогда и невозможно убеждение истинное в том, что мы находимся в симуляции. А, блядь, оно уже по факту имеется. Понимаете, вот у представителей вот этих вот трактовок, традиций, в которых есть симуляция, оно изначально есть. Оно просто изначально есть. А, пффф, я не понимаю, как это работает. Понятие, заукнулось из тех посылок, к тому бы имени. Маргинал, да, Маргинал тоже самое говорил, он воспроизводил этот же самый аргумент. У меня на протяжении долгого времени Цунады бомбило от того, что аналитические, блядь, философы спиздили эту хуйню, наверное, у какого-нибудь умственно отсталого Мура или там у Рассела или какой-нибудь еще дебила, который какую-нибудь хуйню вот эту вот сказал, они это подцепили и начали повторять. Хотя она не работает, потому что он вот тот долбоеб, который ее придумал, он вообще просто не имел представления о том, о чем он говорит. Понимаете, в чем проблема? Даже проблема не в том, что логика работает или не работает, да? Проблема в том, что долбоеб, который эту штуку изобрел, он просто не понимал, как работают концепции с симуляциями. Вообще, в принципе, не понимал. И как с элипсизмом работал, не понимал. Он просто был человек, просто был человек долбоеб, к сожалению.